Около трех лет строим домик. Сколько на дизайн-проект ушло времени у вас? Он у нас не останавливался. Снесли крыльцо, построили другое крыльцо. Нам нужна мебель, нужны отделочные материалы. А вот откуда вы узнали о нашей компании? Друзья порекомендовали. Прилетайте, мы здесь все посмотрим, что-нибудь найдете для себя. И так и получилось. А вот ожидания и реальность? Совет подписчикам. Пример из 10 вариантов берите с собой, чтобы хотя бы знать, что искать, иначе просто заблудить. Китай поменялся. Материалов действительно очень много качественно. Глаза начнут разбегаться, все захочется поменять в корне. Какие плюсы, какие минусы? Каневе был провал. Вот такой завоз на рынок. Выбирайте, ребят, вон миллиард тканей. Небольшой такой минус на фоне всех остальных плюсов. Все такое крутое, классное, все можно вклинить. Дизайнер в любом случае лишним не будет. 5 рабочих дней у вас было. 2 третьих вопросов закрыли. Закрыли все вопросы. Мы сможем полностью закрыть весь дом. Господа, приветствую вас. Я Кирилл Левин, руководитель компании МБЭЛ. И сегодня у нас приятная беседа за чаепитием со Стасом. Стас наш заказчик. Прилетел из России. Да, из Москвы. Стас, попрошу, чтобы ты рассказал про свой проект. Мы уже около трех лет строим домик. Ну, небольшой, там, 620 метров, значит, три этажа. И вот сейчас настал тот период, когда нам нужна мебель, нужны отделочные материалы. Мы очень долго строим, строим, дизайн вообще делаем с колес. То есть мы запустили строителей, у нас была архитектура, получается, первая архитектора. И мы начали строить дом. Дом – это свой проект для жизни. Для себя вообще. Ну, по сути, да, для себя и для того, чтобы кайфово жить, скажем так. Да, для себя. Да, для себя. И очень важно, чтобы это было просто очень комфортное жилье. И мы всегда засматривались там на европейскую мебель. Потому что в России сложно что-то найти. Все по каталогам. Сложно выбрать именно тактильно, где можно посидеть, ощутить вот именно, как это будет, ну, когда вот просто живешь в этом всем. По каталогам, ну, это невозможно даже. Ты сможешь красивые картинки, не более того. Сначала вот мы там сделали дизайн один, сделали дизайн другой. Сейчас более-менее пришли к определенному пониманию, что мы хотим. Отправили ребятам в МБЛ. Получается вот такой небольшой список, чего мы хотим. Ребята нам просчитали все. Сколько на дизайн-проект ушло времени у вас? Он у нас не останавливался. Вот мы как три года назад начали, получается, строить дом уже, начиная с архитектуры. В процессе мы внесли очень много изменений в конструктивы и вот того, что мы там перестраивали. Стены кое-где-то, несущие конструкции меняли. Один раз даже, там, ну, дом частный. На улице снесли крыльцо, построили другое крыльцо, вплоть до таких моментов. Это очень длинный процесс был, потому что, ну, вот мы не знаем, что хотим. То есть много где были, очень много всего видели и ни один дизайнер, а мы поменялись, четырех дизайнеров, не давал вот именно... Четырех дизайнеров? Да, мы заменили четырех дизайнеров. Вот сейчас у нас получается четвертый дизайнер. То есть, ну, первый архитектора я не беру, все-таки архитектор дом строил. И у нас не было единого архитектора, который взялся и за архитектуру, за ландшафт, за внутренние интерьеры. У нас архитектор, конструктор — это один человек, получается. Архитектор, который занимается фасадами вот этой красивой картинкой — это другой человек совершенно. Дизайн внутренних интерьеров — это вот еще четыре человека. То есть, по сути, у нас команда из шести, из которых вот мы сейчас остались только с двумя из них. Мы пытались сначала, ну, довериться человеку, мол, ты сделаешь, как нам надо. Все били себя в грудь, говорили, да, все проблемы, все сделаем. Вот смотрите, какая красота. Ну, вроде красиво. Когда доходил до дела, делал из 3D-картинки, ну, не лежала душа. И вот дизайнеры сложно перестроить. Они как будто на своей волне шли и шли. А так, чтобы предложить вот, что хочется клиенту, ну, такого мы не встретили. Ну, уже финальная стадия. Слава богу, да, я надеюсь. Вот поэтому мы здесь, да. А вот откуда вы узнали о нашей компании? Друзья порекомендовали вас как хороших, скажем так, порядочных людей, к которым можно обратиться, довериться, и которые помогут. Вот даже, можно сказать, не просто вот как байеры, как просто так привезти что-то, что мы заказали, а именно вот с таким подходом человеческим, что вот, что хочу, не знаю, а давайте прилетайте, мы здесь все посмотрим, что-нибудь найдете для себя. И так и получилось, на самом деле. Класс. Вот это вот интересно, правда. Но это не с рекламы пока. Нет, не с... Ну, как вы... По рекомендации. Ну, это страфанное радио. Да, но они по телевизору увидели рекламу или там были подписаны на наш YouTube-канал, возможно. Друзья, кстати, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал, лайки, поддерживайте наши беседы, вот, за чаепитием с заказчиками. Так, ну и вот, да, мы пьем сегодня пуэр, пуэрный, то есть, традиционно с заказчиками. Сегодня вы уже прилетели, и это последний день тура. Это, получается, у нас сегодня пятый день. Пятый день. Как мы здесь, да, пятый день. Пятый день мы катаемся с ребятами, пятый день мы кайфуем от Китая, как он изменился за последние десять лет. Вот. И на самом деле уезжаем с выполненной задачей, мне кажется, на пять с плюсами. А вот ожидания и реальность. Ну, вот перед полетом из Москвы к нам были одни ожидания, или какое-то видение у Китая, а прилетели, и вот начался тур. Потом хотел бы, чтобы вы немножко рассказали про нашего менеджера Ксению, как она с вами работала, какие плюсы, какие минусы, потому что о недостатках я всегда прошу, чтобы тоже рассказывали. У всех разные взгляды заказчиков, поэтому это тоже очень важно будет для будущих наших клиентов. Вопрос очень емкий. Да, но я так же накидал, куда мы, в какую стиль. Начнем сначала. Когда, ну вот, совет подписчикам, всем, и кто собирается в тур, готовьте заранее. Потому что здесь глаза начнут разбегаться, все захочется поменять в корне. Вот. Материалов действительно очень много, качественно. Как я уже ранее говорил, Китай поменялся. Китай стал очень, ну, очень крутым. Другого слова не могу подобрать. Готовьте заранее все спецификации, все, что вам нужно. Отправляйте ребятам заранее, чтобы они готовили вам место, которое посещать. Не обязательно там шоу-рум посещать. Можно там, ну, не знаю, приехать просто, вот, съездить на тот же завод или на то же предприятие, чтобы посмотреть, где это. Как это будет, ну, чтобы пощупить, что это будет такое. Если нужен выбор, тогда уже, там, пример из 10 вариантов берите с собой, чтобы хотя бы что, ну, знать, что искать, иначе просто забудитесь. У нас был, скажем так, запрос на 4 объекта, которые мы уже вот готовы сейчас покупать, но мы их и заказали. Остальное, там, позиции уже не знаю, не буду перечислять сколько, их надо было выбрать. Мы сделали около 400 фотографий того, что мы выберем обязательно, да, из всех сфер, начиная от ландшафтного, там, ну, уличной мебели заканчивая, там, текстилем, штор. То есть мы и образцы с собой взяли, ребята нам помогли, и каталоги, я не знаю, как они называются, палеты или не палеты, вот, но нам образцы все эти с собой дали. Ну, поэтому уезжаем с полным набором образцов. Ксения с вами работала, вот про Ксению что-то. Ксения молодец, Ксения молодец, очень показательно, что нам нужен особый торшер, который никто еще пока не делал, вот, это секретный проект МБЛ будет. Вот Ксения смогла так понять нас, что от руки нарисовала чертеж буквально за полчаса. Вот именно то, что надо. Лайк. Это показатель ксения. Друзья. Ну, а что еще говорить-то? Ну, пять дней, вот, вообще проживание в отеле, перемещение вот на машине, все-таки вы посещали фабрики, они ходили по торговым центрам. Смотрите, фабрики, вот здесь вот тоже тонкий момент, фабрики мы не посещали, как таковые. Окей. Мы съездили в последний день на одну фабрику, и то это, ну, фабрика, как столярный цех, получается, мебельный. Вот в субботу сегодня мы добрались, посмотрели на спящих китайцев, в их сиесту. Вот. На самом деле хороший, относительно чистый цех по Москве, я знаю, как выглядит цеха столярный, но там было нормально. А вот эти переезды на машине долго занимают времени ежедневно? В среднем, в среднем, в среднем, ну, минут 40 перегоны, в среднем 40 минут. С одной точки до другой. Да. Потому что многие наши клиенты думают, что вот прилечу в Китай, выйду из отеля, и вокруг будут стоять диваны отеля, там, и вот это все, вот. Слушайте, мне кажется, они стоят, там, что мы едем, и вот по правой, по левой стороне, там, это мебель, там, куча просто. Ну, вы же везете туда какой-то нужен клиент, вот как я понимаю, то есть, они же разного уровня. Даже нам нужен там сверх-мега-супер-лакшн, поэтому нас везли там в определенные места, где там прям все тактильно круто. Кому-то, может быть, кто по бизнесу, ему нужно попроще, они ведут другое место, которое может быть ближе. Поэтому здесь все очень относительно. Вот нас возили в 40 минут в среднем. Ну, просто иногда бывает такое мнение у людей, ну, я прилечу в Китай на два дня и все выберу за два дня. Сколько, вот, по вашему мнению, на, там, ну, например, на 300 метров, на 400 метров дома? От него, хоть тысячу, хоть 300 метров. Здесь в среднем, мне кажется, дней восемь надо. Ну, объективно. Рабочих? Нет, я бы разбил. Вот четыре плотных дня, но их нужно дозировать. Нужно брать, там, условно, первые два дня поработал, потом немножко отдохнул, потому что мозг кипит реально. Потому что от обилия вот всей информационного фона. Ну, реально устаешь за день рабочий. Ну, как брейншторм такой ежедневный. Стоит там… Начинается, ну, как бы замыленность взгляда. То есть здесь не то, что усталость. Ну, ты смотри, почему мы фоткли? Потому что по местам мы не можем принять решение. Настолько всего, все столько нового. Все такое крутое, классное. Все можно вклинить. Все подходит, все современное. Ну, как бы. Поэтому мы больше там фотографировали, условно, там все узнавали, разведывали. Ну, и ценник тоже относительный, на самом деле. Мы так вот примерно посчитали. Может быть, даже иногда Италия и дешевле случается, чем Китай. Китай сейчас сильно изменился. Ну, а вот для решения каких-то этих задач, может быть, дизайнер все-таки в пользу будет? Дизайнера брать с собой, ну, да, рекомендую. Если есть возможность такая. Здесь в какой момент? Дизайнера с собой вести – это проверка дизайнера, в первую очередь. Потому что это привезете дизайнер, не та, он тоже зависит. Ну, и толку от него. Уровень дизайнера, да, насколько он сможет решить. Вопрос на месте, да, вывести – это задача. Задача. Ну, многие дизайнеры там, когда перед компьютером сидишь, они теряются. Поэтому нужно временно подумать. Ну, в принципе, любому человеку нужно временно подумать, потом здесь как. Ну, дизайнер в любом случае лишним не будет, скажем так. Подборщик, дизайнер, комплектацией занимайтесь, комплектатор – это тоже важно. Ну, вот так если подытожить, в общем, пять рабочих дней у вас было. Ну, две третьих вопросов закрыли, я так понимаю. Нет, я считаю, что мы закрыли все вопросы. Мы сделали подборку. То есть мы теперь с той информацией, которую получили, сможем полностью закрыть весь дом. Дом и участок. То есть мы сможем сделать. Ну, и последнее, может быть, какую-то рекомендацию для нашей компании, где нам нужно поднажать, чтобы лучше подстроиться под заказчиков. С тканями был провал. Ну, достаточно. Очень сложно было найти какую-то определенную ткань. Вообще, с подбором тканей, ну, просто такой завоз на рынок. Типа, выбирайте, ребят, вон миллиард тканей, там, перебирайте. Тонные, да. Да, да, да. Ну, здесь надо как-то все-таки акцентировать внимание. Нужно как-то либо там с партнерами поработать, либо… Систематизировать, в общем, какие-то, я так понял, линейки текстиля, кожи и так далее. Вам отдельно же нужно было эту ткань? Нет, ну просто… Или ткань – это для мебели нужна была? Нам нужны разные были ткани. Вот если по ткань, которая для штор, вот эти всякие… Как их называют, забыл… Не шелк, а льны, льны, которые… Они все были в одном месте, да, здесь как бы вопросов нет, мы нашли, что нам нужно. То кожи, ткани на мебели, они были представлены в виде, что вот миллиард вариантов всех классов, от low до very high, и все в одном месте, и сложно было ориентироваться. Но нам вручную перебирали. Да, 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 да. Если хотя бы вот ваша команда, там, заранее подобрала, там, выборку из ста вариантов, разложила, она просто выбрали, пальцем тыкнули, был бы проще. Ну ясно. Оптимизировали бы время. День бы сэкономили точно, да. Да. Ну, как бы это нормально, мне кажется, там небольшой такой минус на фоне всех остальных плюсов, он не влияет. Ну ясно. Ну это уже, в принципе, достаточно много информации, я считаю. Ну, небольшой отзыв. Стас, не буду тебя мучить. Большое спасибо за откровенную беседу. Друзья, пишите свои комментарии, а мы Стасом, как всегда, желаем вам хорошего дня и отличного настроения. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.